Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, мы продолжаем проходить Черепашки Ниндзя Легенды. Турнир закончился, но ребята, я могу вам сразу сказать одно, что в трехзвездочный Сёгун я не попал. И знаете почему? Потому что сегодня я пришел с работы с утра, лег спать и честно вам скажу, не успел встать перед тем, как закончится турнир, чтобы пробиться в Лигу Сёгунов Три Звезды. Это ребята мой косяк, но сами понимаете, жизнь есть жизнь. С усталостью не поспоришь. Придется наслаждаться опять же во второй раз Сёгуном Двухзвездочным. Ну что же, забираем наши Риварды и посмотрим. Так, 7700 у нас Сюриков, Леонардо классический, 30 ДНК это хорошо. То есть мы его в любом случае сможем по-моему проапать. 80 золотых осколков и 35 платиновых. Да ребята, вот, буквально чуть-чуть мне не хватило. Проспал, грубо говоря, всего лишь часок. Хоть и ставил, честно говоря, будильник, но не смог справиться с усталостью и очень сильно хотел спать, ребят. Так что я надеюсь, вы меня поймете и простите. Так, ну что же, давайте тогда с вами откроем колоду. У нас там кто? Бакстер, Стокман? Нет. Ага, Крис даже, вот так вот. Ладушки. Крис, это тоже хорошо, мы его обменяем на сюрикены, я имею ввиду ДНК. И что у нас? Ох, ох ты. Воу. Так, ребят, ну для начала мы сразу же, наверное, проапаем Леонарда. Он у нас получит вторую бронзовую звезду. Он еще такой сосуночек, грубо говоря, да? Но тем не менее, и у него открывается новая способность, которая называется крепкий панцирь. Леонарда подпрыгивает в воздух и резко удаляет врага двумя руками сверху вниз. Увеличивает силу атаки на 30%. Кстати, это очень, ребята, мощный удар. Это я вам точно говорю, потому что именно от этого удара у меня страдают маленькие персонажи, которых он просто разрубает пополам. Теперь он нам тоже доступен, и это хорошо. Мы его, естественно, ребят, протестим. Так, что у нас идет дальше? Ой, елки-палки, я прям не знаю, за что тут браться? Вы посмотрите, сколько у меня, вот, раз, грубо говоря, 8 персонажей. Но вы все просили именно Хана. Поэтому, поэтому будем апать Хана. Поднимаем, ребята, его по рангу. И я его с этим поздравляю. Он получает 4 золотые звезды. Ну что же, я его с этим поздравляю, и мы с вами двигаемся, ребята, дальше. У нас всего 65 золотых осколков. То есть, вы представляете, сколько мне нужно для того, чтобы накопить на следующий ап каких-нибудь персонажей. А нужно их... Так, подожди-ка. А, ну тут 400. Это у нас старшечки, можно их так назвать. Ага, мы, кстати, можем с вами на стиранка продолжить поиски. Мы его апнули до 60 уровня. И нам дают добро, чтобы мы дальше продолжали его искать. Это, кстати, очень круто. Поэтому, давайте, конечно же, поищем. Все равно у нас это по заданию есть. Так. Ну что же, довольно неплохо. Дальше, кому мы будем искать ДНК? Может быть, Хану продолжить? 330 золотых осколков надо. Ёлки-палки, ребята, это очень и очень долго. Придется копить. Никуда от этого нам не деться. Так, Север Монтес. Давайте-ка мы, наверное, тоже на него поищем ДНК. Кстати, ребята, жду ваших комментариев для того, чтобы узнать, кого мы будем качать следующим. Качать и апать. Я думаю, у вас опыта в этой игре побольше. Так что, ребятушки, пишите мне. Ну что же, Север Монтес у нас полностью, как говорится, обшарен. И давайте дальше. Что у нас еще есть? Так, я думаю, что нам пицца, наверное, не пригодится. Никуда ведь? Так, пройдите серию испытаний. Мы это быстренько сейчас зашпилякаем. Хотя надо было, на самом деле, ребята, сделать сброс, мне кажется. Да? Ну да ладно. Не успели так не успели. После этого уровня мы с вами сделаем сброс уже тогда. И начнем потихонечку разбирать. Ну что, Стокман, получи. Да. Не такой же он легкий паренек, чтобы его так просто и легко наказать можно было. Ну-ка. Половину здоровья, считай, мы сносим. А давай-ка вот так сделаем. И теперь вот таким вот суперударом. Ну, пробьем. Пробили. Шикарно. Ну а дальше, ребята, просто-напросто с вами уничтожаем этих никчемных дрончиков. Ну-ка, Рафик, ответь. Вот так, с удара. И вторая заключительная волна. Здесь у нас Тигр. О, Острозуб. Мы начнем, пожалуй, с вертушечки. Поехали. Отлично. Так, пробью-ка я, пожалуй, Тигра. На-ка. И теперь только Острозуб остался. Все, ребята. Изи. По-другому не назвать. Ну что же, мы продвигаемся дальше. И, ребята, и, кстати, сегодня мы начинаем, опять же, с лиги. Все прекрасно знают. Первая неделька, первый день недели рабочей у нас начинается именно с лиги. Так, поднять уровень персонажа. И, ну все, осталось только поднять уровень персонажа. И это будет... Ну, сколько у нас? А, у нас не так уж и много, ребята, на самом деле, мутагена. Поэтому придется кого-то поискать. Вот, Кирби. Вполне годится. Так. 48-й, два уровня, и мы поднимем, ребята, и он будет 50-го. Это тоже неплохо, я считаю. Вроде бы как все. Забираем наши реворды. Я знаете, что подумал? А может быть нам не тратить билеты, а? Копить их буквально до конца недели. А потом как с залпом бомбануть, а? Было бы неплохо. Так, меняем вот эти тоже ДНК с вами. У нас их 18 тысяч. Давай зайдем сразу в магазин, кстати, и посмотрим. Так, смотрите, мы можем взять Пиццелицева. Давайте вот и Хрипа, и Пиццелицева возьмем. По монетам у нас что? По монетам у нас кислое. По жетонам у нас тоже все кислое. Значит, вариант только один. Идти на лигу. Кстати, ребята, давайте посмотрим, какие у нас будут испытания на этой неделе. Так, классическая бойня и девичья сила. Все понятно. И будет также открыт эксперт. Это, по-моему, у нас... Ага, все, я понял. Это вот на этого, как его звать так? Ну, короче, на костюм Крэнга. Его боевого бота. Так, и давайте, наверное, с вами... Хотя, ребята, это можно сделать и потом. Вы сказали, делай это за кадром. Поэтому буду делать за кадром эти осколки все. Не буду им, как говорится, отвлекаться. Ну что же, у нас будет разыгрываться Микеланджело классический. До конца 7 дней. Я же говорил, что они были тогда не правы. Писали 2 дня, 2 дня. Никаких, ребят, не 2 дня. Максимум прошли сутки, и у нас закончилась неделя. Все, поехали. Будем начинать. Так, Виталий, Эндрю и Мария. И начну я, наверное, с Эндрю. Почему именно с него? Потому что, ребята, он самый слабенький. И мне нужно как можно быстрее от всех своих слабеньких игрочков тоже проиграть. Чтобы они просто-напросто не просидели в скучном темном углу. А все-таки немножко подрались. Ну-ка, лови бомбочку. Лови бомбошку. Так, что ты делаешь? Карачка, успокойся, пожалуйста. Тебе сейчас не надо нервничать. Тебе надо просто упасть, и все. Ну, пал почему-то у нас стокман. Слушай, ну, неплохо. Все, Рафика мы добили. И проходим. Ну, ребята, это понятное дело, что сейчас все будет на изи. У нас где-то в середине игры начинается переломный момент, где обычно я сливаюсь. А не хотелось бы. Я все жду той серии, когда мы с вами пройдем всю полностью вот эту вот лигу, где я ни разу не потеряю ни одного своего бойца. Это очень тяжело, но мне кажется, что это реально сделать. Так, ну что, беру я, наверное, Тимура. Кстати, что-то уж больно резко как-то, да? Были 13 уровни, сейчас уже 17. Но благо у меня тоже персонажи не слабенькие. И я думаю, что мы сейчас будем здесь все-таки разбирать их. Так, начну я, пожалуй, с Хана. Хан начал первым. Ну что же. Подожди, надо было со Стокмана начинать. С Мухи, точнее. С Бакстера. А ну-ка, давай проверим вот этот удар. Вот, видите, ребята, вот это вот по красоте я называю. Ну что же, Муха, пришла твоя пора. Ага, постепенный урон. Ванюша тут подключается, но я должен добить Муху. Все, ей Хана. И дальше уже в оборот берем с вами Ивана. Так, мы ему понизили защиту. Да-да-да-да-да, конечно-конечно. Ага. Глубежки раскатил. Вот так вот тебе. Еще и меткости ему понизили. И добивочный. От Леонарда. Шикарно. Ничего не могу сказать, поэтому двигаемся с вами далее. Мы сейчас, наверное, попадем в трехзвездочный войн, нет? Да, ребят. Три звезды на войне. Неделя только началась, поэтому сейчас мы быстренько с вами взлетим где-то до, может быть, Сегуна. Одной звезды. А может быть, даже и до двух. Так, возьмем, пожалуй-ка, Габриэля. Почему тут хочется мне с Габриэлем подраться? И давайте-ка мы выберем вот этих наших... Ага, уже четыре бойца. Уже четыре бойца можно брать, поэтому это хорошо. Так, тут опять, смотрите, ребята, Ванька и Хан. Что за напруха такая? Слушай, а мне нужно... Блин. Ладно, давай так, начнем. Пробьем, интересно, Ванюху. Не получается пока. Но я здесь спокоен, потому что у меня есть, ребят, носорог. У меня здесь носорог, и поэтому я думаю, что вряд ли кто-то сможет его пробить. Вот, мы берем провокацию. А при этом не забывайте, что у него усиленно идет защита, когда он кричит, и начинаем валить Кирби. По крайней мере, пытаться. Оу! Шедигами уложил его просто-напросто. Вот что я могу сказать. Ну все, этим ребятам... Кронтарики. Что, Хан? Остался один ты. И на тебе, удар от носорога. Бум! Да, он такой... Ну, мне нравится, как он выглядит. Он, наверное, самый такой красивый из всех Рокстеди, которые есть у нас в игре. Так, поехали далее. Ух ты, мы в элиту сразу передвинулись. Ничего себе, мы двигаемся. Элита одна звезда. И выбираем с вами, наверное, Кейт. Поехали. Поехали, будем драться с Кейтом. Так, где же, где же, где же, где же? Тут 20 уровни, да? Ну, в принципе, идем неплохо, ребята. У него 20-е, у меня 30-е. Как вы понимаете, мы должны его разобрать и не поморщиться. Поехали. Давай кинем в него этот мутированный грибок. Касмический. Ага. И нам нужно его добить. Как можно быстрее. Чтобы Острозуб не успел поставить... Как ее звать? Провокацию. Тресь. Ай-яй-яй. По-моему, не успеем. Да, ребята, или нет? Сейчас мы его... Опа, все. Шикарно. Ну, а теперь давай Острозуба валить. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, Роксади. Так, неплохо. Ползарой. Да, он встает в провокацию, но это уже его, грубо говоря, не спасет. Потому что мы его разберем. Тем более у него 20-е уровень, а у нас 30-е. 10 левелов, это все-таки вам не шуточки. Поверьте мне. Провокацию я не буду брать. Кожеголовым мы будем с вами так, просто бомбить и все. Потому что я здесь уверен, что у нас получится. Причем на изи. Так, успокойся, успокойся. Гека. Отлично. Наверное, сейчас где-то на серединочке мы с вами зависим. Мне вот почему-то кажется. Ну-ка. Вита. 50-й уровень, да? Ух ты, даже 16-й. Отлично. Быстро, быстро мы с вами двигаемся. Кого тут взять бы нам? Хм, 27-е, 26-е. И вот так вот будем с вами драться. Это у нас Мартин. Привет, Мартин. Давай мы с тобой немножко паспарингуем. Кстати, здесь опасно. Опасно, и я почему-то боюсь именно за Пита. Вот я всегда вот боюсь, и все равно делаю все по-своему. Начнем. Ну, давай с Доннием начнем. Ой-ой-ой-ой-ой. Уже, ребята, уже бомбочка полетела. Хорошо, это пока терпимо. Нам, кстати, запретили хилять. И Пита, и этого, это так плохо. Кожеголовый, наверное, тут будет сейчас чудить. Что-то как-то у нас не задается, ребята, атака, и вообще все. Но у меня, не забывайте, есть два хила. О, давайте вот так вот сделаем. Обожаю вот этот выстрел массовый. Ой, меткость поделить. Ну, я так и думал, что Кожеголовый будет брать именно провокацию. Так, мы до сих пор еще не можем с вами хиляться. Ё-п-р-с-э-те. И это плохо. Так, не надо никого мне здесь... Ах, пока его пробьешь, это очень... Так, Пит. Хорошо, что у нас, ребята... Ага, все, могу похиляться, да, маленько? Правда, Пит не хильнется. Ну, добьем мы его... Блин, да что, что будешь делать-то, а? Вот сейчас должны пробить. Ладно, Кожеголового мы с вами убрали. Теперь нам надо, наверное... Давайте-ка возьмемся за Донателло. Знаете, чем эта команда слаба? Потому что здесь мало бойцов. Здесь в основном хилы. Да. Оп. Ай! Слушай, наверное, придется, ребята, хиляться. Чаревато. Мы можем с вами рокула потерять. Ну, добьем? Добили. Так, давай мы... Да что ж ты будешь делать? Они, ребята, атакуют вот прямо специально, серьезно говорю, именно рокула. Рокул, как боец, вообще ни о чем. Вот серьезно говорю. Все, остались вот эти вот у нас маузеры. Сейчас. Тихо. Опасно уже. Ну. Давай так бомбанем. Должны все-таки мы здесь выиграть. Есть. Ребят, если бы не два хила, я думаю, что мы потеряли бы здесь рокула. Надо быть впредь очень-очень аккуратным. Они же такие. Они, если начнут бить какого-то определенного юнита, они его специально будут добивать, прожимать, уничтожать и так далее. Сколько раз тебе об этом говорил, и все время я наступляю все на те же самые грабли. Ну что, ребят, давайте поиграем с Эрол. У него 29 уровень здесь максимальный. Это Ванька. И мы... Мы можем с вами очень круто попасть. Мы рискуем. Поэтому я буду делать впредь по-другому маленечко. Я буду брать вместе со слабыми кого-нибудь из сильных. Вот тогда я думаю, что должно все у нас хорошо пройти. 45 уровень я взял к себе Микеланджело и начнем, пожалуй, с его массовой атаки. Ага, хорошо. Так, теперь нам нужно кого убить? Давай, наверное, Ванька. Так, подбили. Боюсь, здесь мы не пробьем Криса. Ага, у него тоже Микеланджело. Добиваем Криса. О, не получилось. Ну, хорошо, давай волной тогда, наверное, мы его. Все, отлично. Так, ну, естественно, Леонардо использует свой хил. Хилит он, конечно, нехило. Ой-ой-ой, Кейси. Кейси, будь аккуратней. Так, давай-ка мы, наверное, Лео приструним. Теперь, давай вот так вот Микеланджело. Добей его, пожалуйста, отлично. И остается у нас только Леонардо. Мы его заморозили и добиваем Леонардом. Все. Вот так вот мы будем с вами впредь делать и, возможно, у нас получится все та же самая задумка, чтобы пройти всю игру, не потеряв ни одного бойца. Так, ну что же, мы перешли с вами в элиту три звезды. Это только начало, ребята, нашей эпопеи. И давайте определяться дальше. Я думаю, что, наверное, будем брать Рафаэля. Да? Да, я думаю, Рафаэль нам здесь как раз зайдет очень неплохо. Так, 33 уровня. Вот здесь уже, ребята, очень и очень плохо. Надо брать более-менее мощного персонажа. Я думаю, Ваня здесь пойдет как никогда. Потому что мои герои уже слабее. У него 33 уровня, а у меня только 30. Поэтому Ваньку я и взял. Так, Кунай бросает у нас. Поехали, посмотрим, как мы их раздеребаним. О-оу. Так, ну-ка, давай-ка со Стокмана начнем. Звездец, по-моему, ребятули. Так, если мы сейчас с вами что-нибудь такого не сделаем, нам будет край. Фух. Тихо, не трогай, не трогай мне Кейси. Бросаем. Бросили Сайя, ребята, и победили. Опасно было. Вот я о чем говорю. Если они начинают кого-то бомбить одного, и вот они вот бомбят и бомбят, бомбят и бомбят. Если у нас нету какой-то провокации, чтобы можно было как-то отвлечь врагов, они его просто ушатают. Вот и все. Ну что же, мы с вами двигаемся дальше. Опасно и все сложнее становится, и я буду брать Людмилочку. Людочка ты моя, привет. Давай мы с тобой подеремся, наверное. Немножечко, буквально, да? Раз, два. Так, у него 34 уровни. Опять же, мне придется брать кого-то такого достойного. И это будет, нет, не Шреддер. Это точно я вам говорю. Это будет у нас Бакстер Стокман. Это будет оптимальный вариант, я думаю. И поехали. Так, секунду, давай, наверное. Ну, давай. Блин, тут, ребята, Эйприл. Хилочка, да? Ну-ка, если мы вот так вот сделаем? Опа, Эйприл больше нету. Да, в принципе, тут никого больше нету. Не ожидал. Честно вам скажу, что вот так вот мы и здесь, и здесь со всеми разберемся. Ну, это хорошо, это прекрасно просто. Ну, что же, а мы с вами двигаемся дальше и попадаем, да-да, в Самураи. Мы уже, ребята, в Самураи с вами засели. И наша эпопея продолжается. Так, Эрик, Макс и Дмитрий. Самый слабый здесь получается у нас Эрик. Поэтому давайте будем, наверное, с ним бороться. 37-е левлы. У меня лишь только 31-е, ребята, начинаются. Ха! Поэтому придется брать еще более мощного персонажа, и это будет, наверное, у меня железная голова. Я надеюсь, что одной ракетной бомбежки хватит этим врагам, чтобы одуплиться. Проверим, проверим. А я больше уверен, что все прокатит. Оу! Ха! Ничего себе! Доня, как ты выжил, а? Доня, родной, ты как выжил? Объясни-ка мне, а? Против такой бомбежки он устоял еще. У меня этот 70-го уровня, а он 30-й какого-то, и он устоял. Парадокс. Ну, что же, мы с вами попадаем уже в самураи две звезды. 85-я позиция, и мы с вами продолжаем. Так, Грамма, Ред и Николай. Так, ну, получается, что, наверное, Ред у нас... А, нет, Грамма. Да, Грамма у нас будет послабее. Персонажев у нас все меньше, и меньше, и меньше, да? Да? Ух, 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 ух. Придется взять Лео, ребята, и придется пользоваться сейчас его откатами. Как я не хотел, как я не старался их сэкономить, но, видимо, не получится. Естественно, ребята, одной вертушки будет достаточно, чтобы мы упали здесь все. Без исключения. Да, вот так вот это все делает, и я думаю, что мы сейчас с вами где-то на 20-ю позицию переместимся. Ну-ка. А, нет, на 33-ю. Вот так вот они мне сделали. Так, Анжелика, Кейт и Грама. Опять эти же самые. Ну что ж, давай тогда, наверное, возьмем... Хм... Я даже не знаю, ребят, ну, давай, наверное, Кейт. Он, получается, самый слабенький здесь. Так, мне нужно определиться. Так, 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 и... И придется опять же брать Леонарда. Все, сейчас с одной вертушки. Ребят, почему я беру вот этих? Ну, мне нужно, чтобы они реализовались как герои, как бойцы, чтобы мы с вами получили опыт, бонусы и так далее. Сами они по себе не исправятся без крепкого, сильного, как говорится, предводения для команды. А это у нас в данный момент является Леонарда. Так, 920 мутагена, и Самурай 3 звезды. Шикарно. Персонажи пока у нас еще есть. Также у нас есть откаты и также у нас есть... Так, а также у нас есть кто? Ну, давай Данила возьмем. Давай Данилку возьмем. И у нас уже... Вот, теперь я ближе к теме, ребята, ближе к теме. Уже 41 уровни, но опять же у него-то 44 и 42. Так что все равно мои персонажи отстают. Если не брать какого-то сильного лидера, они проиграют здесь. А я не хочу сегодня никого потерять. И я хочу это воплотить, ребят. Можно, конечно, сказать, что это проще... О, тихо, 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 тихо. Можно сказать, что это проще парень. Репы, да, когда ты берешь одного Леонарда. Ребят, ну я же Леонарда не бесконечно беру. У меня всего 6 откатиков было, 6 раз я его могу взять. Так. 35-я позиция, буквально еще один бой, и мы с вами будем в Лиге Сегунов. Одна звезда. И я думаю, на этот раз мы возьмем... Ну давай возьмем Макса. Макса мы возьмем. Опять же, смотрите, 46-47 уровни. Опять же, я все равно еще отстающий. То есть, я не могу догнать своих врагов по левлу. Поэтому мне приходится вот брать опять Леонарда. Ну что ж, давайте опять же вертушка от Лео, и все будет на мази. Да? Блин, посмотри, постоянно хоть кто-нибудь остается в живых. Как так получается? Я не понимаю вот это вот. Все. Мы здесь опять же справились с вами. И я думаю, что мы все-таки уже с вами попадем в Лигу Сегунов. Давай-давай, не томи. Показывай мне всю правду. Да. Отлично. Ну что, может быть нам еще один, ребята, с вами бой сделать, и... Хотя, почему один? Аид. Аид. Что-то мне знакомо. Аид. Это, по-моему, человечек, который... который занимается роликами по Майнкрафту. Я могу, конечно, ошибаться. Может быть, это даже и не тот Аид. Но в любом случае он здесь есть. Так, ну что же. Давайте-ка возьмем с вами... Ну, давайте с Аидом и подеремся. У него 50-е уровни. У меня, опять же, ребята, слабачки. Опять же слабачки. Опять же, мне придется брать Леонардо. Да. Может быть, это подло. Ну... Ребят, ну я в любом случае бы проиграл, если бы стал бы драться без Лео. Я и то уверен, что сейчас не все упадут. Видите, Донателло и Майки выжил все-таки. Так. Ну, естественно, Микеланджело бомбит. И мы его плевком вот так вот... Ага, мы только защиту сняли. Ну давай тогда паукусом. Все, паукус сделал Аида. Ну что, а мы с вами переходим, наверное, уже к предпоследней битве, а может быть, даже к последней. Сейчас посмотрим, сколько у нас там персонажей. И мы с вами не доберемся... А, нет, скорее всего, доберемся все-таки в Лигу Сюгнов две звезды. И возьмем, наверное, мы... Опять Грамма здесь, а? Ред здесь, Артур. Я думаю, что надо взять Артура. Он слабее. Так, ну что, вот теперь 49-й, 52-й уровни. Опять же, ребят, ну опять же, посмотрите. Не получится. Раз, так, лево. Блин, ребят, я все откаты свои просто спустил. Хотел, подкопить. Вы не забывайте, что завтра, если я буду даже играть в эту игру, я уже буду далеко не в Лиге Сюгнов. А, может быть, даже где-то на войне висеть. Не, ну, скорее всего, на самураях где-нибудь одна или две звезды. Мне так вот почему-то кажется. Так, тихо, тихо, ребятуль, хорош, успокойтесь. Отличненько. Так, 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 в кого бомбанет? Вот видите, чем это опасно? Вот так тебе. Он один удар, ребята, сразу пол за рови сносит. Ну, как же я без Леонарда здесь? Ну, естественно, никак. И, Сюгну-2? Нет! Блин, ребята, я-то думал, мы в Сюгну-2 звезды перейдем. Ничего не получилось. Так, и придется нам взять... Ну, давай Конди возьмем. Возьмем Конди и вот так, ребята. А-а-а-а, ну, давай, хорошо. Эта команда у меня справится без Леонарда. Ну, понятное дело, потому что здесь почти 60-70 уровень одни. Соответственно, все будет изи. Поехали. Бум! Так, дальше, естественно, берем провокацию, хотя можно было и бомбануть. Теперь кричим. Тут, кстати, Эйприл есть, который может захилять. Но ее сейчас не будет. Все. Так, дальше мы бомбанем, наверное. Ну, давай Доня, потому что у него массовая атака. Он своим звездочком здесь бросается. Так, что-то, что-то в инвиз уходишь, да? Ладно, хорошо, пускай будет так. Леонарда. Леонарда активировался, надо сейчас его добить, ребята. Вот так сделаем, да? Ух ты! Нежданчик. А вот так вот все. Ага, какой все? Этого-то я не заметил, елки-палки. Действительно, ребята, в инвиз ушел, что я его даже не увидел. Так, ну что, посмотрим? Посмотрим. А что смотреть, ребята, мы с вами попадаем в сегуны две звезды. И какая позиция? 63-я. Буквально было бы у меня еще, ну, пару откатиков и пару персонажей. Можно было бы как-то здесь еще даже, возможно, и до Лиги Сегунов три звезды добраться. Опять же, смотрите, Грама и Артур. Но у нас, к сожалению, ребята, остался только один невостребованный змей-камьюн и остальные все свои роли отыграли. Не знаю, ребята, можно было бы, конечно, пройти сегодня и задание какое-нибудь, но я думаю, что мы с вами оставим это на следующий фильм, на следующую серию. Ну, а я пока за кадром пойду, наверное, проходить вот эти вот осколочки. Ну, а с вами был Рэй. Всем большое спасибо за просмотр и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok